Главное объединиться, перестать враждовать, полюбить ближнего и перевернуть этот мир так, чтобы каждый человек на нашей планете был счастлив. Не по-детски серьезные, вызывающие яркие эмоции в душе у каждого, кто прочел и услышал эти строки. Сочинение Софии Елистратовой зачитывает глава города Елена Лапушкина и благодарит каждого, кто принял участие в конкурсе за отклик и неравнодушие. Я не переставала удивляться. Во-первых, вашей открытости, доброте, отзывчивости и абсолютной какой-то искренности. Вопросы экологии, вопросы бездомных собак, вопросы сохранения исторического поселения, наших прекрасных архитектурных зданий. На конкурс школьники Самары прислали почти 5000 сочинений. Члены жюри независимой конкурсной комиссии отобрали лучшие. Материалы оценивались по следующим критериям. Грамотность, соответствие работы теме и основной мысли, последовательность изложения, оригинальность и творческий подход. Сочинение Софии затронуло все аспекты, связанные с жизнью большого города. Но через множество строк прошла одна важная и главная для каждого человека тема. Люди могут менять любые вещи своими руками. Не стоит долго ждать и на что-то надеяться. Просто пойти, взять и изменить. Что объединяет в этих работах? Во-первых, это любовь к городу, это любовь к людям, это и глобальные социальные вопросы, связанные с закрытием детских домов. И чтобы у каждого ребенка, который оказался сложнее жизненной ситуации, появилась и новая семья. Учредителями конкурса выступили Думы городского округа Самара, Департамент образования города. Победителей поздравили с победой глава города Елена Лапушкина, председатель Думы городского округа Самара Алексей Дегтьев и Дед Мороз. Ребятам вручили дипломы и ценные подарки. Ольга Павлова, Константин Головин. События. Ольга Павлова, Константин Головин.